Зрители форум Хаус ТВ заочно уже знакомы с Сергеем Болдовским. Моя история началась с того, что я всегда хотел иметь жалюзи с электроприводом. Это была такая маленькая у меня мечта. И однажды я решил заинтересоваться этой проблемой более детально, обратился к интернету, к магазинам, к фирмам и выяснил, что оказывается эта штука достаточно дорогая. Вот у меня три окошка сзади. На каждое окно стоило время, когда я изучал этот вопрос, порядка 25 тысяч, что просто, на мой взгляд, ну очень дорого. То есть, чтобы оборудовать все окно, три секции, соответственно, нужно было там около 80 тысяч. Ну, это нереально дорого. И поэтому я решил сделать всю эту штуку самостоятельно. Я приобрел моторы, провода, корпуса для моторов и сделал привод своими руками. Прежде всего моторы. Задача состояла в том, что у моторов должно быть достаточное усилие, чтобы вращать привод жалюзи. При этом мотор должен вращаться медленно. Обычный мотор, он же вращается быстро. Поэтому мне понадобились моторы с редукторами. Редукторы бывают разные. Там указывается скорость вращения вала, сколько оборотов в минуту. Я примерно почитал, сколько мне нужно и купил моторы с соответствующим усилием и скоростью движения вала. Как можно было реализовать открытие и закрытие жалюзей? В обычных, стандартных, классических жалюзей существуют два способа их открыть-закрыть. Во-первых, это веревочка, такой веревочный привод. Мы поднимаем жалюзи вверх или опускаем вниз. И второй привод – это некий пластиковый стержень, который мы вращаем. И за счет вращения мы разворачиваем лепестки жалюзи горизонтально или вертикально. Я решил управлять именно поворотом. То есть мне нужно было сделать механизм поворота вот этого пластикового стержня, чтобы я мог, вращая его, закрыть жалюзи, когда мне нужно, и вращая, соответственно, открыть. Я использовал самые обычные жалюзи. Вот вы можете видеть цвет. Здесь это просто дизайнерское решение. То есть ничем жалюзи не отличаются от любых белых, которые продаются в больших супермаркетах. Можно купить уже готовые, стандартных размеров. Вот вы можете видеть здесь пластиковый привод. Это стандартная такая вот, как сказать, палочка. Она висела вертикально. Я ее отвел в сторону, установил в корпуса пластиковые моторы, как я говорил, с редукторами. Незаметный белый кабель-канал, в который я спрятал провода. Вообще проблема электропривода жалюзи разделена, на мой взгляд, на две основные задачи. Это решение механической задачи, то есть как мы будем крутить, как мы будем управлять. И вторая задача, она связана с логикой управления, органами управления. Будет ли это просто какие-то кнопки, которые надо держать, либо мы можем сделать, например, какое-то программное управление с какими-то вариантами режимов. Вот это две задачи. Моторы и мозги. Еще важный момент заключается в том, что нужно было предусмотреть две вещи. Во-первых, чтобы окна у нас открывались. Вот они спокойно открываются, то есть приводы не мешают. И второе, здесь все-таки влага. Вот когда я проветриваю помещение, влага, дождь, там, может быть, пыль какая-то с улицы летит. И я предусмотрел то, что в какой-то момент мотор может выйти из строя. И поэтому пластиковые боксы, я их не закрывал намертво. Я их изначально хотел склеить, они состоят из двух половинок. Я хотел их склеить и все. Потом подумал, что это будет не совсем правильно. И я использовал такие специальные металлические скобы, которые можно сдернуть и мотор увидеть, что там внутри его можно заменить, если он сгорел. В общем, это достаточно важно, потому что здесь все-таки мотор находится рядом с тяжелыми условиями, когда окно у нас открыто. Центром управления моих жалюзи является вот такая коробочка. Можно взять любую корпус. Я вот нашел, взял какой нашел, пластиковый. Здесь у меня установлен блок питания. И изначально мои жалюзи управлялись достаточно просто. Я использовал кнопки от стеклоподъемников из автомобиля Жигули. Я в автозапчастях купил вот такие вот кнопочки. Их стояло здесь три штуки. И нужно было держать вверх или вниз, чтобы опустить жалюзи или поднять. А в дальнейшем я усовершенствовал свою систему и сделал так называемые электронные мозги. Я использовал специальный микрокомпьютер. Вот такую плату. Пишет специальное программное обеспечение для него. И создаются различные режимы. То есть управление стало значительно умнее. Теперь у меня есть только две кнопки вверх или вниз. Кнопка питания. И внутри стоит программный модуль, который значительно расширяет функционал жалюзи. Включаем питание. Загораются светодиоды. Светодиоды соответствуют условно жалюзи 1, 2 или 3. Кнопкой вверх-вниз. Причем, если кнопки удерживать, очень важно, то меняются различные режимы. Вот сейчас могу управлять жалюзи 1, 2. Сейчас второй и третий. Только первый. Только второй. Только третий. И еще много-много различных режимов. Сейчас светодиодик мигает. Это ручное управление. Я могу изменить положение жалюзи на 25% или на 30%. Чтобы открыть жалюзи и закрыть, я перехожу в обычный режим управления сразу тремя окошками. И нажимаю кнопочку «Открыть». Жалюзи пошли открываться. Открываются они. Я замерил определенное время, сколько они должны открываться. И это время установил в программе своей. Они определенное количество времени открываются. Потом они определенное количество времени закрываются. Скорость открытия и закрытия жалюзи может быть любой. В зависимости от ваших пожеланий. Я выбрал вот такую не очень быструю. Меня она устраивает. Специальные режимы позволяют регулировать каждую жалюзи в отдельности. Это очень удобно. Иногда мне хочется открыть только дальнее окно, когда я работаю за компьютером, чтобы мне окошко не отсвечивало на экране. Так как все три жалюзи управляются каждой своим отдельным мотором, могут быть случаи, когда жалюзи рассинхронизируются в своем движении. Например, через 2-3 месяца. И возникает необходимость одно из окошек подрегулировать под остальные. Для этого у меня есть соответствующий ручной режим, в котором я нажал кнопочку, мотор заработал. Еще раз нажал в любой момент, и мотор остановился. Например, я могу закрыть окно только на половину или на 25% или на сколько мне нужно. Основной принцип, которым я всегда руководствуюсь, хочется вносить такие изменения, которые в принципе являются обратимыми. И в данном случае я старался сделать так, чтобы если мне не понравится, я могу все вернуть назад. Что было сделано? В том числе была сохранена возможность поднятия шторок, как обычно. Поднимаем, все, работает. То есть жалюзи по сути своей не сломаны. Можно снять мотор, отсоединить провода, и все. Также в моем устройстве реализована так называемая защита от дурака. Это возможен тот случай, когда у меня жалюзи закрыты, и я пытаюсь их закрыть. Во время такой операции у меня устройство не включает моторы, а начинает пищать, сигнализируя о том, что ты что-то делаешь не так. Тоже очень удобно. Управляющий основой моего устройства стал вот такой вот модуль, называется он Ардуино. Эта платформа сейчас очень популярна среди студентов, университетов. На ее основе делают различные проекты в области робототехники. Но мы с вами можем использовать эти модули в реализации любых своих идей и фантазии относительно умного дома. У меня он управляет жалюзи, а вы можете использовать его для управления воротами, обогревателями и любой другой автоматизацией. Это модуль, в который прошивается программа, которую мы пишем на компьютере. У модуля есть контакты, и эти контакты можно программно замыкать и размыкать, тем самым управляя совершенно различными устройствами. Вот этот средний модуль бывает большой, здесь много выводов. Бывает маленький, у него меньше выводов, но и меньше размер, соответственно его можно куда-то компактно встроить, например, в дистанционный пульт управления. И для этого существуют различные дополнения, то есть платформа Ардуино, она как конструктор, она дополняется. Вот есть блок реле, допустим, можно включать большую нагрузку 220 вольт обогревателя. Можно подключить LCD-монитор и выводить меню, температуру, что-то еще. Модуль времени с батареечкой, такая штучка. Здесь идет время, и можно сделать программу, написать с реакцией на время, на какие-то события, допустим, через 2 часа, через 4 часа или в определенный день недели. И, например, вот у меня еще есть такое дополнение, блок реле тоже, и пульт дистанционного управления, он похож на пульт от автомобильной сигнализации. Я, в принципе, изначально планировал сделать дистанционное управление для жалюзи, но потом понял, что в этом необходимости нет. А вообще, например, для автомобильных ворот вполне можно тоже это использовать. Сегодня наступили новые времена, и если раньше для реализации каких-то сложных технических идей работали НИИ, то теперь вы можете самостоятельно реализовать любую свою идею или техническую фантазию. Субтитры создавал DimaTorzok